У военнослужащего было всего 4 секунды. Именно столько времени достаточно, чтобы граната сработала. Наш корреспондент связался с военнослужащими и узнал о том, как по инструкции должны проходить учебные занятия на полигоне. По их словам, обычно на учениях используют два вида боевых гранат. У одной радиус поражения до 25 метров, у второй около 200. В войсках связи используются наступательные гранаты, осколки которых разлетаются на 25 метров. При этом во время упражнения в окопе должны находиться только двое – солдат и его командир. Оба должны быть в касках и бронежилетах. Как нам прокомментировал руководитель военно-патриотического клуба «Сивуч» Вадим Гемазиддинов, прежде чем проходить учения с боевой гранатой, длительное время ведутся тренировки с макетом. При этом в чрезвычайной ситуации, когда боеприпас попадает в окоп, возможность выбросить его наружу есть. С подобной ситуацией военные сталкиваются не так уж и редко. У солдата граната скатилась вниз, он этого солдата выдернул из окопа и прикрыл его своим телом. При этом остальной личный состав находился на удалении до 25 метров от места метания гранат. То есть, в принципе, граната разорвалась в окопе, осколки ушли в землю, ушли вверх, никого не задели. Вот это точное и правильное действие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!